Слава Господу! Спасибо, родные, спасибо, дорогие. Спасибо. Давайте сразу поблагодарим Дом Отца, Церковь, Алексея, Алла. Прекрасная команда, прекрасные люди. Сразу с залом не подрасчитали. Вера маленькая у вас, Вера маленькая. Ну ничего, у вас все впереди. Ну ничего, в тесноте-то не в обиде, аллилуйя. Вспомним 90-е. Кто помнит 90-е? Кто-то в 90-х еще не родился. Помните, да, все такие голодные, все хотят Бога. О, хорошо, хорошо. Ой, родные, хорошо, драгоценные. Я сразу привет вам, Большое Сиэтло, от Центра Трансформации. Моя возлюбленная не смогла быть так, как она сейчас немножко смотрит за нашими внуками, пока моя дочь, знаете, после третьих родов уже отходит. У нас только что, я вот, только что у меня родился третий внук. Я очень, я очень счастливый дедушка. Вот только вот принял маленького мальчика и сразу на самолет. Поэтому моя жена передает всем привет. Она не может быть в этот раз, так как помогает моей доченьке отойти. Вы сами знаете, в тех, кто мамочки, вы понимаете, как это нелегко. Сразу хочу отдать честь матерям. Давайте мы поблагодарим наших матерей. Спасибо вам. Я когда наблюдал за моей женой, чего ей стоили дети. Теперь я наблюдаю за моими детьми, что стоят им их дети. Я думаю, Господи, благослови мам, которые согласились на эту боль, но они дали всем нам жизнь. Аминь. Поэтому мамочкам огромная благодарность. Огромная благодарность за ваши бессонные ночи, за ваши нереальные. Я просто один Бог воздаст вам, потому что... Ой, хорошо, родные. Итак, конференция «Путь Христа». Давайте сразу занырнем в интересные мысли. И вы знаете, я назвал эту мысль так. «Погрузись в Бога». Вы знаете, самое интересное, что меня... Я человек, который уже, скажем так, не молод. И я наблюдал многие разные переходы церкви. Из 50, из религии в харизматию, потом харизматия чуть-чуть, как вам сказать, так немножко подплесневела. Началось другое движение, то есть и так далее, и тому подобное. И мы наблюдатели с вами уже нескольких переходов. Сейчас мы наблюдаем уникальный переход, где сам дьявол понимает, что поднимается что-то очень сильное. И ему нужно парализовать церковь. Как он это делает? Первое. Украсть у тебя личное взаимоотношение с Богом. О, я знаю, сейчас будет. Тихо. Потому что... Потому что дьявол сделает все возможное. Я когда-то задал Богу вопрос, почему, Господь, в это время, сейчас, на что, за что идет самая огромная война? Вы мне ответьте. За слово и за славу. Что угодно. Проходи любые семинары, конференции, записывай себя в школы. Это все классно, но это все имеет ингредиент забрать у тебя личное хождение с Богом, набив твою голову чьими-то знаниями. О, я знаю, тихо будет. Я знаю, приготовься. Сейчас снаряды только готовим. Где, на каком повороте церкви, церкви перестало быть достаточно Христа? Почему церкви больше недостаточно Иисуса Христа? Это, вы знаете, это как взять мою жену, и она как бы в один день проснулась и говорила, ну, мне с тобой уже неинтересно. Ну, кто-то понимает, о чем я говорю? И она начинает искать себе развлечения. Ты мне очень много подарков не делаешь. Ты мне, а я думал, моей жене, моей невесте, достаточно меня. Семья. Бог хочет каждого из нас вырвать. Знаете, мы сейчас с вами в изобилии всей пищи, которой мы в 90-х, то есть 90-х, помните, мы эти кассеты зашарпанные переписывали. Эти видеокассеты гонялись за ними, переписывали. Оно там все хрипит, шипит и выплевывает это все. А ты все качаешь и смотришь. Мы сейчас с вами перенасыщены информацией о Боге, но чьей-то. Раньше у нас не было ничего, но мы требовали и ходили в своей славе. Пусть она будет маленькая, пусть она была совсем начинающая, но она была моя. Сейчас, да, ты полон откровений, но эти откровения ничего общего с тобой не имеют. Ты их откуда-то наелся. Да скажи аминь, аллилуйя. Ну, елки-палки, что, баптист там приехал, что ли? Все нормально, тебя попустит, все хорошо. Ты дома, можешь смеяться, аплодировать, славить Иисуса. Будь свободен. Тебя здесь, ну, мы не отлучим. На камере тебя твой пастор увидит, он тебя отлучит. Но мы не отлучим. Помню, на конференции один подходит такой. Пастор, можешь мне сделать одолжение? Я говорю, что? Говорит, пожалуйста, не снимайте задние ряды. Я говорю, а что такое? Он говорит, если меня увидят, мне хана. Я говорю, ладно. Ладно, Никодим, иди. Садись, садись, мы тебя тоже любим. Знаем ли мы своего Бога настолько, что тех, у кого вокруг нас находится, у них нет вопросов, какому Богу ты служишь? Семья, все, что нас отличает от других религий. Семья, я заметил, вы знаете, что мы потеряли ингредиент, который имели наши отцы. Они не имели ничего. Они имели веру. Они имели настоящего живого Бога. Семья, я прошу вас, услышьте меня сейчас. Сейчас идет самая мощная атака на тело Христа. Это рассоединить тебя с источником жизни. Дав тебе информацию, за которую кто-то уплатил. Но если она не твоя, она в твоей жизни ничего не произведет. Потому что она подсадит тебя на информацию. И ты будешь больше и больше накачиваться информацией, которая не производит никакого эффекта в твоей жизни. Потому что единственная информация, которая меняет меня, это то, что лично мне сказал мой Бог. Ты слышишь меня? Лично. Вот почему я вырубаю все. Я перестал читать книги не потому, что книги плохие, а потому, что это кража моего времени с моим Богом. И когда мне Бог много лет назад сказал, сын, почему ты так мало времени проводишь со мной? Я говорю, я с тобой всегда. Он говорит, нет, дорогой. Ты проводишь время с моей информацией. Ты проводишь время с моими детьми. Ты проводишь время с книжками помазанников. Он говорит, я соскучился за тобой. Семья, вы не понимаете, не в информации и сила. А в слове, которое получишь ты лично от Бога. Именно в этом слове сила. Пожалуйста, поймите глубину того, что я говорю. Сила не просто в откровениях чьих-то, а сила в моем маленьком откровении. Оно меняет меня. И оно меняет всех, кто касается меня. Ты слышишь меня? Когда-то я... Знаете, одно время я читал, перечитывал книгу. Где... О, вы помните это. Где Моисей выводил народ Бога и вел по пустыне в обитованную землю. И одна фраза Моисея меня настолько зацепила, что я сказал, вот это будет девиз моей жизни. Он сказал такую фразу. Если ты не пойдешь с нами, чем мы будем отличаться от других народов? Семья, послушайте. Если один из великих людей Библии отрекся двигаться без Бога. И что его отличало? Семья. Его отличало то, что лично с ним двигалось присутствие неба. Семья вреда церквям вернуть атмосферу Бога в своем здании, в своем зале, в своей жизни. Время. Церковь сейчас стала копировальной машиной. Помазанную песню скопировали, перевели, скопировали проповедь, скопировали стих, скопировали это, скопировали то. А где твое? Потому что скопированное не работает так, как работает личное откровение от Бога. Дайте мне маленькое словечко, но оно мое, чем куча знаний, которые не я получал, и за них я цену не платил. И церковь сейчас подсела на информацию и уходит от Бога. И вы заметили, что те, кто подсели на информацию, им ее мало, им мало, им мало. Они просто ее жрут пачками и никакого эффекта в жизни не производят. Потому что за информацию никогда не была уплачена цена. О, как интересно. Сейчас, к сожалению, семья, церковь Христа больше напоминает разные религии. Кто-то понимает? К сожалению, дорогие, поймите, это моя мечта вырвать, это моя мечта расшатать, разбудить. Мы похожи, нас просто пишут в списке с обыкновенными религиями. Семья, когда Моисей ходил со своим Богом, поверьте, Бог Моисея никогда не попадал в списки других народов, лже-богов. Все знали, что это другой Бог. Это другой Бог. Это тот Бог, который иссушил моря. Это тот Бог, который открывал. Это тот Бог, который кормил ман. Они знали, что этот Бог делает. Неверующие люди, люди, которые были идолопоклонники, знали Бога. Вот того. Семья. Время вернуть нашего Бога. Назад на наши места. Время вернуть. Вернись в Слово. Вот почему так много заблуждений. Потому что церковь нынешних дней, она не читает Библию. Она не знает основания. Тишина какая-то началась. Я не понял. Церковь нынешних дней. Вот почему нас с вами расшатать легко. Если сейчас всякая чушь, какие-то галлюциногены. Я думаю, вы слышали вот это последнее движение, да, которое просто вынос мозга. Общение с мертвыми. Вызывать. То есть выход из тела. То есть все эти нелегальные брожения по вторым небесам. Дорогие мои, я прошу вас. Вот оккультом заканчивает такая церковь. Оккультом. Потому что у них нет границ. А если сдвинуты границы, предела нет. Бог хочет вернуть границы. Что такое граница? Моя граница, мне достаточно моего Бога. Мне не надо бегать. Не надо мне рассказывать, а где вы находитесь. Я нахожусь в присутствии Бога. Я нахожусь в Его славе. Да, ведь тех, с кем я общаюсь, их жизни преображаются не моей силой, не моим знанием, но Духом Бога меняется все. Мы гонимся за всем и потеряли самый простой ингредиент присутствие и Дух Живого Бога. Верни это в свою семью. Верни это в свой бизнес. Верни это в свою домашнюю группу, молитвенную группу. Верни это в свою церковь. Просто стой на коленях, пока придет слава. И этого достаточно. Семья, поймите, Бога, когда приходит живой Бог, его всегда достаточно. Потому что прямо сейчас он говорит на языках нескольких сот людей. Здесь пару сот людей находятся. Поймите, семья, о чем я говорю? У Бога такая уникальная речь. Вот почему я влюблен в присутствие Бога. Иисус, спасибо тебе. Дух Святой, спасибо тебе. Дух Святой, спасибо тебе. Дух Святой, я твой навеки. Потому что я могу говорить одну мысль. А Бог сейчас 200 языков говорит с тобой на твоем. Вот почему мне нужно присутствие. И мне больше ничего, кроме Бога, не надо. Поймите меня, семья. Поймите меня. Я не говорю на изуэнтезиазма. Я не говорю из начитанных книг. Я говорю из присутствия, в котором я живу. Все, что Богу нужен. Один, который будет окутан Его славой. Все. Ты будешь удивлен, насколько вопросом ты будешь давать ответы, даже не пытаясь отвечать на них. Ты увидишь, как Бог будет использовать тебя. Почему? Потому что ты ходишь, ты покрыт Его славой. Время вернуть силу и присутствие Бога в церковь. Время вернуть назад. Время вернуть назад. Чтобы когда о церкви говорили, все знали. О, это другая структура. О, этот пастор. Да, да. Там церкви есть. И есть церковь. Да, там есть учителя. И мы знаем, есть учитель. Семья, поймите, это все делает не твоя эрудиция и законченные школы и семинары. Хотя это классно. Сам заканчивал школы, благодарю Бога. Но это не мое основание. Мое основание. Это присутствие Духа Святого в моей жизни. И без Него я никуда не собираюсь лететь. Ничего не собираюсь говорить. Я пустышка. Я пустая хлопушка без присутствия Бога. Как мне хочется церковь просто заразить вот этим, знаете, голодом вернуться назад во святое святых. Просто вернуться назад. Ты не представляешь, все твои ответы, которые ты ездишь годами ищешь у людей, находятся в присутствии Бога наедине. Мудрость, как твой бизнес раскрутить. Мудрость, как просто сделать то и то в присутствии Бога. Если ты служитель и ты не знаешь, что делать, твой ответ в присутствии Бога. Семья, все в присутствии Бога. Ничего и велосипед не надо изобретать. Библия четко говорит. Не отлучайтесь от Иерусалима, пока не получите. Кто-то понимает? Находитесь в этом присутствии, пока вы будете облачены, окутаны Его славой. А потом наблюдайте, как слава будет работать, а не ты. Семья, как вам сказать, я слишком неприфессиональный, чтобы двигаться вне силы Бога. Есть профессионалы, которые настолько подкачаны, теологи, настолько прокачаны, знаете, евритом, греческим, разными книгами. Им легко. Я настолько неприфессионал, что я без Бога не могу. То есть мой греческий вот тут начался и тут же сдох. Мое знание истории, ну как и у всех, что-то знаю, что-то не знаю. Семья, я вообще на это не полагаюсь. Что делает меня уникальным и тебя уникальным и делает нас абсолютно разными, это мое и твое нахождение в присутствии славы. Поймите, семья, именно там люди спрашивают, как ты получил свою идентичность. Поймите, Шаповалова ни с кем спутать нельзя. Я вам гарантию даю. Не потому, что я, знаете, такой крутой, там, приткий, там, и словечком в карман не полезу. Нет. Потому что я знаю, что моя оригинальность, она получается в присутствии. Другими словами, Бог хочет тебя настолько одеть, Давид, что все будут вспоминать, кто такой Давид. Давида ни с кем. Библии не спутаешь. Поймите, семья, о чем я говорю. Бог, оригинальность, сила, мудрость дается в присутствии сыновьям. Когда ты одеваешься в присутствии Бога, именно это и дает тебе твою идентичность во Христе. Все остальное, это сироты, пытающиеся обогнать друг друга, спорить, соревноваться. Кто-то слышит меня? Постоянно бороться за выживание. Я говорю, перестань сиротами вообще находиться. Вернись назад, закройся в комнату, съешь слово, съешь славу, и ты будешь удивлен, кто выйдет из этой комнаты. Ты будешь удивлен, что начнет через тебя течь. Бог мой, ты что-то берешь для себя? Семья, поймите, я не хочу тебя завалить очередным каким-то знанием чего-то. Сегодня я хочу говорить в твой дух, в твое сердце, я не хочу говорить в твою голову. Я хочу, чтобы ты эту тему больше пережил, чем услышал. Ты должен ее пережить. Просто скажи, Бог, я больше без тебя не хочу. Я больше без тебя не могу. Понимаю? Мы это говорим, дорогой папа, мы без тебя не хотим. Семья. Секрет, чтобы быть употребляемым Богом. Употребляемым Богом. Ты ничего без Него не делаешь. И вы не услышали меня. Знаете, почему большинство людей не могут быть употреблены Богом? Потому что у них всегда есть в запасе вариант Б. Я не двинусь без тебя, Бог. Неделю подождал, потом сказать, ну, понятно, похоже, Бог со мной не идет. И у него уже план Б есть. Семья. Секрет, как двигаться в славе. У тебя нет запасного варианта. И другими словами, вот ничего не будет, вот тут в позоре и подохну. Но я не дам своей плоти вместо Бога высказываться. Если вы услышали меня. Я не позволю моей плоти, моему знанию взойти на то место, где должна быть слава. О, если вы услышали, что я сейчас сказал. Мы позволяем нашей плоти взобраться туда, где должен быть Бог. И именно из этих знаний, полученных нами где угодно, мы начинаем репрезентировать Бога. Вот почему Бог отходит. Потому что Он говорит, тебе не дано репрезентировать Его. Потому что Он хочет через тебя сам репрезентировать себя. Вы не подяли, кто такой, кого использует Бог. Это сосуд настолько пустой. Что через Него Бог будет говорить своим людям. В основном мы или гибрид, или смесь, или полностью отодвигаем Бога. Бог, я уже сам справлюсь. Можешь не приходить. И мы сейчас живем в этом поколении. Бог, я уже прочитал Библию. Я все знаю. Я закончил школу. Я все знаю. Можешь уже не приходить. Все хорошо. Уже все схвачено. Нормально. Сиди на небе, не напрягайся. Смешно. Мы живем посреди таких церквей. И потом мы задаем вопросы. Почему я в церковь не хочу? Почему мне не касается? Почему жизни нет? Да потому что пастырь не ходит с Богом. Ты слышишь меня? Да потому что служитель вместо Бога стоит на пьедестале, где должен стоять Бог. И вот почему развелись культы личностей, а? Потому что на том месте, где должен стоять дом Бога, стоит человек. Вот почему развелись вот эти вот последователи людей, поклонники каких-то имен. Потому что вместо Бога там стоит человек, который много знает, много прошел. Но который отказывается стать ничем для Бога. Это парадокс. Ты хочешь иметь мудрость, ты должен оставить все. И надеяться только на него. Ты хочешь ходить в глубине, ты должен полностью обмельчать для Иисуса. Другими словами, я так благодарен Богу за тот сезон, где он полностью исчерпил меня. Служители этот сезон знают. Вот ты рожаешь, а оно не рожается. Вот ты сидишь и там мучаешься, какая следующая проповедь, Господи. Ты уже все проповеди три раза прокрутил по кругу. Переназвал их разными названиями. И они все равно не работают. Какая тишина. Мне так нравится. Я балдею от вас. Потому что вы знаете точно, о чем я сейчас говорю. Потому что я в этом сезоне был. Все молитвенные лидеры, они уже не знают, о чем молиться. Все лидеры ячейки, уже все, все кончилось. Что делать, Господи? Господь говорит, так это же для меня сейчас платформа. Наконец-то ты исчерпался. Вот здесь перестань изобретать. Просто скажи, или Бог, или ничего. А-а-а. Но мы не хотим ударить лицом в крязь. И поэтому Бог не может двинуться в нашем поколении. Потому что мы опять перефаршируем какое-то откровение, чье-то спрем. Неважно. И мы опять чуть-чуть, мы опять протянем этого трупа. И тянем его. Он оживет, аллилуйя. Нет, похорони. Дай Богу двинуться. Не конницами, не колесницами. Но духом моим, а? Говорит Господь Бог собой. Семья, поймите. Пора трупа зарыть, пастора. Перестань его воскрешать. Зарой его. И просто в следующее воскресенье так и выйди и скажи. Я помню. О, я помню этот день смерти. Я выхожу и говорю. У меня нет ничего. Но сейчас или Бог будет к вам говорить, или ничего не будет. И Бог говорит. Спасибо, сынок, ты сдал экзамен. И это была одна из самых сильнейших проповедей. Семья, послушайте меня. Он ждет исчерпанных. Он ждет иссохших. Он ждет, которые больше не будут играть в эти игры. И они, как Моисей, скажут. Никуда мы не собираемся, если ты не пойдешь впереди нас. Семья. Если церковь пойдет на вот этот уровень. Если церковь согласится на этот риск. Я знаю, что это такое семья. Я три раза вспотел, высохнул. Я покраснел, посинел, пожелтел и вернулся назад в розовый цвет. Я помню, что со мной такие вещи происходили. Потому что я внутри умирал. У меня больше ничего не было. Я высох. Я умер. Бог говорит. Спасибо, сынок. А сейчас ты будешь наблюдать, как буду работать я. И потом, когда начался уникальный сезон, как начало течь. Я говорю. Господи, тут даже возгордиться нельзя. Я же знаю, что это не мое. Некоторые люди говорят. Как избавиться от гордости? И исчерпаться, и дать Богу. И ты точно знаешь, что сейчас проповедовал не ты вообще. Это вообще не ты проповедовал. Потому что все подходят и говорят. Вау. И ты сам сидишь и говоришь. Вау. О, некоторые в курсе, да? И ты сам сидишь такой. Вот что это было? И все подходят и говорят. Что это было? И ты такой. Я не знаю. И ты такие. О, Боже. И ты сам в шоке, как все остальные. Потому что, наконец-то, ты отключил свои мозги, которые мешают тебе дать Богу течь. О, Боже мой. Боже мой. Вопрос, без какого ингредиента христианство не может работать. Что именно имели ученики, чего сегодняшняя церковь не имеет в своем большинстве. У всех, как, смотрите, кто тотально посвящен своей идее, с потрохами продан ей, становится носителем того же, о чем и о ком они говорят. Сила не в знании о Боге. Настоящая сила в посвящении Богу. Потому что Он пропитывает тебя собой. И теперь я несу не информацию о Боге, а присутствие Бога. Ты слышишь меня? Бог мой. Вот где сила. Вот где сила. И когда мне этот ключ был открыт Богом, я сказал, ничего больше не хочу. Потому что я переключился из ношения откровений о Боге в ношение присутствия Бога. Это совершенно другая фаза христианина. А к ней ты подходишь, когда ты исчерпался. Я задаю вопрос. Ты исчерпался или ты еще себя с толкача заводишь там, с горки толкаешь? Еще чуть-чуть, Господи. Еще одну проповедь. Не дай лицом в грязь ударить, пожалуйста, Дух Святой. И Дух Святой, ты, говорит, до сих пор не понял. Я хочу, чтобы ты ударил глядь с лицом. Чтобы все посмотрели. Этот пастор точно так не умеет. И тебе, видя славу Бога на тебе, все знают, что это не ты. Потому что они видели тебя уже 10 лет. И теперь они тебя попробовали в присутствии. И они сказали, что-то с этим человеком другое. Семья, я отказываюсь жить, двигаться, существовать вне атмосферы Бога. Отказываюсь. Ты не поймаешь меня. Я всегда молюсь. Я всегда на языках. Я всегда прокачиваюсь. Я всегда другими словами. Я хочу, и мне не важно. Информация приходит не из книжек. Информация приходит из Духа. От Духа Святого. Дружишь ли ты с Ним? Мудрость приходит не из книжек. Мудрость – это Дух. Ты знаешь, что мудрость – это Дух? У меня вопрос. Ты дружишь с Духом Святым? Ты отдаешь Ему честь? Ты будешь удивлен, что начнет из тебя течь, когда ты позволишь Богу говорить через тебя. О-о-о. И я хочу, чтобы церковь вернулась туда. Простейшие. Простейшие вещи. И с этого дня. Я хочу, чтобы в конце этой темы, в конце вот этой, что я тут говорю, я даже не знаю, что это, проповедь, мысль, короче, что-то идет. Чтобы ты в конце этой мысли сказал Богу, я перепосвящаю тебе мою жизнь, и я буду с этого дня искать только тебя. О-е. 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 Да, и так радикально. Ты сдвигаешь все остальные источники, из которых ты питался. Потому что сейчас это является бичом христианства. Не надо платить цену, не надо стоять в присутствии. Просто иди на Google. О-о-о. А жили все? Наверное, знакомы, да? С таким духом. Google зовут. Я не против. Сам пользуюсь, когда иногда нужно. Но. Google не расскажет о Боге лучше, чем расскажет Бог о Боге. О-о, как я люблю Дух Святой. Всю честь, всю славу, всю благодарность, все овации. Это все ему. Это все. Потому что Дух Святой знает, я давным-давно сдох, у меня давным-давно склеились ласты, я давным-давно, меня уже нет. Много лет нет. И все, что идет, это все идет от Духа Святого. Почему? Потому что я даже разучился готовиться. Некоторые люди говорят, мне нужно приготовиться. Когда я говорю, мне нужно приготовиться, вся команда знает, мне просто нужно побыть в присутствии. Все. Просто в присутствии. Почему? Потому что я должен сейчас войти в Дух. и из Духа говорить фразы, которые будут отвечать на твои вопросы, которые ты задавал не мне, ты задавал Богу. Другими словами, во время того, как происходят вот такие конференции, служения, с разными служителями, которые ходят в Боге, они кодово отвечают тебе на твои вопросы. Ты даже не знаешь. Ты год ходил с этим вопросом, и здесь из атмосферы проваливается ответ тебе. И ты говоришь, вау, что это было? Ты попал в присутствие Духа Святого. Вот что произошло. Ты попал в присутствие человека, который отрекается по плоти двигаться. Я отрекаюсь по плоти двигаться. Поверьте, за 20 лет служения уже давным-давно все прошли, все проехали, все видели, все слышали. Уже не интересно ничего. Кроме Духа Бога не интересно ничего. Самый интересный момент. Вы заметили такой, вы заметили, как отличить человека, который посвящен Богу, от того, кто просто, ну, говорит об этом? Тот, кто посвящен своей идее, и неважно, дьявол цепляет точно так людей. Сатана знает, что никогда, как вам сказать, коммунизм или фашизм никогда бы не двинулся без полностью проданного человека внутри этого ведения. Вы всегда можете присоединить любое извращение, любое нечистое движение. Вы всегда можете проследить у истоков человека, через которого это начало течь. Другими словами, мы должны с вами понять, что перед тем, как Богу двинуться, дьявол точно так. Вот почему он крадет сосуды. Я уверен, что если бы Гитлер отдал свою жизнь Иисусу, можете представить, какое бы пробуждение было? Семья, вы поймите, что Бог ищет людей, которые будут захвачены Богом настолько, что вы когда-нибудь были на презентации продажи там чего угодно. Каких-то там тарелок, ложек, пылесосов, ножей, вилок. И ты на презентации сидишь. И этот человек, он живет вилкой. Он стал этим таппервером. Он полностью преобразился в пылесос. Он дышит пылесосом. Он ест пылесос. Он одет в пылесос. На нем реклама пылесоса. Его машина расклеенная. Хочешь пылесос, звони 24 часа на 7. Пылесос доставим, раскладем, все покажем, продадим. Он превратился в пылесос. И вот один раз, мне так, может быть, вы слышали историю, я тоже один раз. Ну, мне нужно было купить ножи. А тут подвернулся пацан, который говорит, в подарок бесплатно ножи, когда презентацию пылесоса прослушать. А я, а я хохол. А я люблю халяву. Ладно, ну, повыносит мне мозг час. Ну, ладно. Зато ножи за 100 баксов. Набор крутые. Не дешевые ножи. Я так посмотрел, думаю, пусть он повыедает мозг. Нормально. И он все, этот парень просто преобразился в пылесос. Вес час. Он и мыл, и чистил, и засасывал, и показывал. И черным, знаете, вот этим блок-лайтом проходил, проверял все. И показывал какие-то фильтра. Я уже с толку сбился. Там такая презентация была. Боже мой. Там все. И потом я сказал, классный пылесос, но у меня денег на него нет. У него чуть сердце не остановилось. Ему же этот пылесос, который он открыл, ему же его и продать надо. А он не на того нарвался. Пришлось ему отдать мне ножи и собирать этот пылесос. И он собирал его нервно. Может, я его не купил. В чем я говорю? И еще тогда, когда еще церкви не было, я еще был молод. Он говорит, если бы мои дети научились вот так репрезентировать мое царство, если бы они научились жить Богом вот так, ни у кого бы не было шанса пройти мимо нашего Бога. Семья, послушайте меня. Бог ищет людей, которые будут захвачены им настолько, что небо беспрепятственно будет теть через тебя. Просто доверь ему. Наверное, нет ничего проще и сложнее доверить ему свою жизнь. Я заметил, нет ничего проще. Ну, что может быть проще? Отдели время для Бога и смерть, там болезнь, нехватка, плевать. Вот это время, оно для Бога. Семья, я увидел одну вещь. Как только ты серьезно относишься, сейчас послушайте меня очень внимательно. Я был в приятном смысле слова шокирован. Когда я настолько серьезно относился к Богу, начал относиться к Богу, я увидел, как небо начало относиться серьезно к тебе. Вы знаете, что Бог, Он почитает, которые почитают Его? Семья, я вам говорю, проверьте это. Бросьте вызов себе и Богу. Просто скажи, с этого дня я начинаю быть с Богом, и никогда... Ты в заблуждение никогда не попадешь. Потому что заблуждение, оно всегда движется уровнем информации. Но когда ты ходишь в духе, дух всегда превозмогает информацию. Ты слышишь меня? Дух всегда превозносится. Он в высшей информации. Вот почему детей Бога, настоящих, в заблуждение ввести невозможно. В заблуждение попадают только те, у кого дух сухой или мертвый, и вот эта голова работает, и все. И вот потому что заблуждение работает только на уровне информации. Но те, кто ходят за истиной, он есть истина. И они познали истину. Истина делает тебя свободным. А истина это не информация. Истина это дух. И я посвящаю мою жизнь, чтобы не двигаться можно без Бога никогда и никуда. Я отдаю Ему каждое мое дыхание. Я отдаю Ему мои мысли. Я отдаю Ему все. Я отдаю Ему всю благодарность за любые служения. Хорошее, плохое, никакое случилось, не случилось. Мне не важно. Я с этого момента отдаю Ему все. Семья, знаешь, как будет легко тебе служить Богу? Когда ты с себя снимешь, как вам сказать, плащ эго. Знаете, что такое плащ эго? Плащ эго это за хорошую проповедь благодарите меня. А за плохую проповедь, пожалуйста, не бейте меня. Это говорит о том, что ты до сих пор ходишь одетый в плотские вещи. Когда ты снимаешь эго, когда ты снимаешь это все, я говорю Богу, будь что будет, это все ты. Как по-другому небо начинает теть через тебя. Потому что я говорю, Бог, успех, провал. Это не я вообще. Я все сделал по слову Твоему. Я был пропитан Тобой. Я был напитан Тобой. Я провел время с Тобой. И если ничего не получилось, извини, Бог, это не я. И точно так, когда слава приходит, точно так, это не ты. Семья, когда мы с себя снимем, вот почему многие люди боятся делать шаг веры. Потому что они всегда себя подразумевают в движении Бога. О, если бы ты услышал, они всегда себя подразумевают. О, успех. Да, это я. Провал. Это плохо группа прославления качала. Это вот Леша и его команда была не в духе. Это вот они закрыли надо мной небо. Такого быть не может. У тебя должно быть Твое небо. Твой ангел. У тебя должна быть Твоя собственная атмосфера. Другими словами, я как человек, который хожу со своим личным баллончиком кислорода. И мне не важно, кто-то там пукнул, или кто-то там что-то неправильный воздух пустил, или где-то там газ какой-то открылся, что-то там пошло. Дым где-то палит. Мне плевать. Я хожу в моем скафандре. Я хожу с моим бочком. Леша спрашивает, почему у тебя всегда хорошая атмосфера? Я говорю, потому что у меня моя атмосфера. Другими словами, если что-то не получилось, то это значит, я не захотел быть с Богом, или я проигнорировал Бога. Но я слишком битый старый пес. Я таких себе ошибок не допускаю. Нет, не допускаю. О, не допускаю. Я знаю важность присутствия моего Бога. Поймите, сила семья не в информации, сила не в связях, сила не в деньгах, сила в духе, который на тебе. Сила в мудрости, которая на тебе, которую дает Бог. Семья, поймите, в этом зале Бог хочет прославиться. Как ему сделать? Найти того, кто умер для того, чтобы прославили его. Который давным-давно доказал себе и всем остальным. Это не я. Если вы что-то сегодня получили, это точно не Андрей Шабалал. Гарантия. И не мои какие-то знания. Если ты что угодно получил, любое прикосновение, любая слава сошла, это Дух Святой. И Ему одному слава. Я знаю секрет. Я убил мое я. Я ничего не стою, я ничего не знаю еще. Я никто. Я только имею силу, когда на мне его слава. Точка. Я давно себе не позволяю ходить голым. Духовно голым. Я знаю одежду духа. Я люблю это. Другими словами, когда мы несем с вами Бога, мы не говорим о Боге. Поймите, семья, мы являем Бога. Другими словами, Бог начинает говорить с тобой на твоем языке, который ни один проповедник подделать не может. Семья, если бы вы услышали, что я сейчас сказал. Как я распознаю, когда здесь стоит сын Бога или стоит просто очередная подделка? Потому что, когда этот человек открывает рот, не зная меня, он говорит мне на моем языке, даже не зная моего языка. Это дает мне уверенность, что этот человек проводит много времени с Богом, чтобы Бог через него говорил мне. О, семья, в этом ключ, в этом сила, в этом секрет. Ты хочешь? Чтобы что-то начало двигаться в твоей жизни? Следующие полгода посвяти час-два Богу железно, больной, не больной, ползешь и молишься, ползешь и посвящаешься. Делаешь неважно что. Там что бы ни было, если я могу вставать и говорить, я это буду делать. И неважно. Семья, я заметил одно, как только ты почитаешь Бога, как Бог начинает почитать тебя. А знаете, как Он почитает тебя? Он начинает поднимать тебя. О-о-о. И люди говорят, да кто ты такой? А ты знаешь, что ты никто. А Он тебя поднимает и поднимает. Поднимает и поднимает. По какой-то странной причине этого человека начинают знать на том континенте, в той стране, в том городе. И ты начинаешь, и ты удивляешься. А пастор какую-то рекламу проплачивал. Одну. Называется духовная, на коленях проплачивается. Ты слышишь меня? Потому что Бог продвигает не тебя. Бог продвигает себя в тебе. Если бы ты услышал, что я сейчас сказал, если ты хочешь, чтобы действительно тот месседж, который Он вложил в тебя, услышали, тебе нужно сделать так, что это уже не ты. Потому что Бог не продвигает плоть и кровь. Он продвигает свой дух. И те, кто захотели иметь этот дух и отречься от всего своего, Бог начинает тебя возносить, поднимать, и тебя по какой-то странной причине сотни тысяч людей начинают видеть, слушать и понимать. И удивляться. Семья, Бог поднимает еще раз не тебя. Он поднимает себя в тебе. У меня вопрос. Насколько много Его в тебе, чтобы Бог мог поднять твою музыку, твою проповедь, твои песни? Неважно, насколько много Его в тебе. Или тебе нужно просмотры? Тебе нужны клики? Тебе нужны лайки? Что ты ищешь? Какая гробовая тишина. Я так люблю. Аллилуйя. Какая хорошая тишина. Правильная тишина. Эта тишина такая. Начинаешь кумекать. Ой-я. Не бойся. Благодари Бога за обличение Святого Духа. Я радуюсь обличению Бога семья. Потому что обличение трансформирует меня. Семья, я еще раз скажу. Я рад обличению Бога. Когда Он в очередной раз опять меня корректирует, опять смиряет. Я рад. Потому что, во-первых, Он не оставил меня. Он меняет меня. Он трансформирует меня. Поэтому благодари Бога за обличение. Благодари Его. Это очень классно. Вы видели когда-нибудь колдуна и экстрасенса, который кормит тебя силой дьявола и ничего у него нет? Мы даже не видели. В основном, если ты видишь какого-то, да, экстрасенса или там гадателя на карте, там всегда сопровождается какой-то силой. Ну, интересно, в церкви постоянно кормят какими-то завтраками. Что-то постоянно не достает. Заметили, да? Сегодня группа прославления не прокачала. Сегодня пастыр был в недухе. Сегодня ашеры разозлили всех. Все, эта команда порядка раздражала всех, ходила, переставляла с места на место. Я не в духе, Господи, сегодня. То есть у нас постоянно какая-то вещь. А Бог говорит, сынок, я хочу, чтобы неважно ни на что, ни на кого, нигде, я хочу двигаться через тебя. Позволишь ли ты мне двигаться? Позволишь ли ты мне говорить с моими детьми? Я ей говорю, мои уста твои, любимый. Мои уста твои. И честно сказать, наверное, нет легче бремени, когда оно его. Как мне тяжело иногда наблюдать за проповедником, которые родили конференцию. Видели, да? Он родил, о, Господи, о, у него голова никакая, он никакой лежит. Я даже не знаю, что я говорю. Конспект для красоты здесь вообще находится. Семья, поймите, о чем я говорю. Дай Богу говорить через тебя. Дай Богу. Выходишь на сцену. Семья, я благодарен Богу за эти песни. Кстати, последнюю песню, да, спойте еще раз. Это, ух, она такая цепляющая. Еще разочек ее заказываю, заказываю. Как она там, священная невеста называется, да, эта песня? Как она? А, Ешуа, Ешуа, да, 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 вот заказал уже все. Семья, он ищет тех, которые ничего не хотят, кроме него. А это ты не подделаешь. Это ты не можешь. Почему? Потому что, поймите, он хочет поднять тебя. Но он хочет поднять тебя. Почему? Ты говоришь, вы знаете, можно быть талантливым, а можно быть Богом поднятым. И я вам скажу, Божье поднятие всегда превозносится и всегда выше талантов людей. Всегда ты будешь намного выше. Другими словами, твоя простая проща опозорит всю армию. Вы не поняли, Семья. Твоя простая проща, которая работает, которой ты не боишься, ты не стыдишься. Ты просто говоришь, вот это работает, и льва и медведя убивал слуга твой. И этот необрезанный филистимлянин тоже сейчас получит. Ой, вы помните историю эту. Бам, тарабам. И некоторые люди говорят, так у него же меча нет, не переживай. Как только нужно будет что-то сделать мечом, к примеру, отрезать голову, Голиафу, ты берешь его меч. Представь, ты даже свои инструменты с собой носить не будешь. Тот зверь, он тебе даже меч принесет для обрезания его головы. И некоторые люди говорят, знаете, мне не достает того, семья, нам не достает, приводишь, присутствие. У нас все есть. Когда я открываю Библию, никогда Бог не избирал кого-то, прочитайте любую историю, никогда Бог не избирал человека, и потом говорит, а теперь иди и немножко еще доподготавливайся. Смеетесь, да? А это правда. Ни одного. Моисей, что, Господи? Идешь и завоевываешь, идешь и освобождаешь моих детей из Египта. Да кто я такой? Нормально. Что у тебя в руке? Ну, палка. Вот с этой палкой разберешься со всем Египтом. Вы слышите меня? Семья, что бы это ни было, всегда, всегда, когда Бог тебя поднимает, достаточно, потому что эта вещь активируется не твоей способностью, а духом Бога. Теперь эта простая сухая палка превращается в сверхъестественное действие неба. Теперь это проща, который ты, который пастухи просто отгоняли, камни швыряли, отгоняли от стада волков там, да, чтобы овец беречь. Теперь это проща становится орудием завоевания и входит в историю всего Израиля. Семья, поймите, у тебя уже всего достаточно. Оно всего лишь должно быть активировано небом. Если бы услышали меня. Я как-то Богу сказал, Господи, я вообще ни петь не могу. Я не пою, я вою. У меня жена поет, есть вы курси, да? Она поет, и я как-то там, она поет, а я рядом что-то подпеваю. Она говорит, Андрей, ты так воешь. Я говорю, не дано, не дано, Господи. Ну, я и вою от чистого сердца. У-у-у-у-у. От чистого сердца. И я как-то, и я как-то папе говорю, пап, у меня вообще ничего нет. Я, я известен во дворе, как тот, кто рассказывает анекдоты. У кого-то было такое? Вот где-то тусняк, они всегда говорят, берем Андрюху, будет ржачно. И я был полный анекдотов. Я тогда еще жил в Украине, мне тогда было 15-16 лет, в 17 я уже переехал в Америку, и вот до этого 15-16-17 лет я был развлекателем тусовок. Меня приглашали в бане. Меня, то есть, я даже семечки себе не покупал, меня все кормили семечками. Просто рассказывай шутки. И я сижу там, я один и тот же анекдот, расскажу так, что буду дрожать каждый раз. Ну, талант такой. А если честно сказать, какой это вообще талант? И я Господу говорю, Господи, мне даже тебе ничего дать нельзя. Вот это, это я даже не считаю, что это что-то можно Богу подарить. Это, мне оно самому надоело уже. Я говорю, все, что я могу, это просто много говорить. Вот, вот хочешь, бери, но ничего нет. Вот, вот все, что могу, то я болтаю часами. Чего угодно, любую тему давай, и будет интересно. Я говорю, и потом, и потом папа берет и дышит на это. Или такой, что-то совсем по-другому звучать стало. Вроде начинаешь говорить, смотрю, там плачут люди. Я помню, я помню, когда Бог активировал мой, вот этот дар говорить, да? Я помню, мы сидим, и мы просто, я первый раз, я это заметил, когда мы еще тогда женаты, со светом не были. То есть, мы просто, на одной из домашних групп сидели, и мы разговаривали о чем-то, просто о Боге, что-то рассказывали. И я начал что-то рассказывать об Иисусе. И я смотрю, люди, которые пили чай, начали за столом плакать. Я не старался, чтобы они плакали, я не пытался говорить ничего духовного или глубокого. Я просто рассказал о чем-то, о каком-то переживании с Иисусом. И я смотрю, людей накрыло. Тема поменялась. Телевизор выключили. И я смотрю, в углу кто-то начал молиться на языках. Я такой, стоп, стоп, стоп. могло интересовать, что сейчас происходит. И потом дальше, и дальше, и дальше. Бог просто берет, тебе кажется, у тебя нет ничего, а ты попробуй подарить это Иисусу. Семья, вы не представляете, Он возьмет твою ничего и сделает это, вся нация будет слушать, твою ничего. Потому что оно активировано Духом Бога. Оно активировано. Бог на него вдохнул. И поэтому я тот, который знаю точно, что неталантливые двигаются, двигаются посвященные и проданные. Двигаются те, которые сказали, ничего у меня нет. А если ты считаешь, что у меня что-то есть, просто вдохни на это, потому что я это посвящаю тебе. Семья. И Бог начинает делать что-то, что начинает менять твою жизнь, начинает людей вокруг тебя менять. И потом по какой-то странной причине люди приходят и говорят, можешь со мной помолиться. И я такой, о чем молиться? Я тогда еще не был служителем, просто пригласили на домашку. Я хочу отдать свою жизнь Иисусу. Я даже не проповедовал о спасении. Я просто рассказал о каком-то переживании с Иисусом. И до меня подходит молодой парень и говорит, можно отойти в сторону? Говорит, я хочу сейчас отдать свою жизнь Иисусу. Я такой, стоп. И вот здесь меня начало интересовать, что сейчас происходит, потому что это не мое. Я не пытался даже проповедовать о Христе и кого-то призвать к покаянию. А оказывается, дух начинает употреблять то, что ты отдал ему. Ммм, семья. Какая-то сила. Сколько у нас времени? Еще живем? Живем, да? Потому что я такой, что могу из времени выпасть и все. А вы уставшие, я знаю, кто-то поприезжал, вам отдохнуть надо. Я тоже хочу это учитывать. Я хочу тоже уважительно относиться к вам. Мы должны настолько быть захвачены нашим Богом, Духом Святым и Его огнем, что те, кто вокруг тебя, не смогут долго оставаться равнодушным. Вот почему Царство Небесное закваске подобно. Вы слышите? Опасно общаться и приходить на встречи с проданными Богу людьми. Потому что услышать что-то можно, а отслушать уже невозможно. Сейчас у тебя что-то в твой дух попадет. И мне даже никого не надо выводить на покаяние или что-то, если дух захочет, сделаем. Но я имею в виду, не надо даже это делать. Бог вот там на рядах поймает, вот там на рядах сокрушит и приведет тебя к твоему личному раскаянию и покаянию. Семья Дух Бога работает совершенно по-другому. Не надо устраивать из этого ничего. Просто все. Я всегда говорю, я моей команде говорю в центре, я всегда говорю, все, кто на сцене, для меня это место свято. Вы должны абсолютно свято и чисто, честно относиться к тому, что вы здесь делаете и что через вас течет. Неважно, ты поешь, ты молишься, ты говоришь. Другими словами, мы поднимаем команду, семья, которая знает, что такое движение Бога, не движется из своих мозгов. О, движется и слава Бога. От Матфея 13, 33. Вот мне это так место из Библии нравится. Так нравится, как Иисус. Знаете, что Иисус здесь сказал? Иную притчу сказал Он им, Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина взял и положила в три меры муки, доколе не вскисло все. И я помню такой интересный момент. Бог сказал, вот когда ты будешь приезжать, говорит, я буду вкладывать в твои уста слова, которые как закваска царства. Они будут попадать, и они будут производить свое действие. Потому что тебя будет касаться не информация человека, а тебя будет касаться мудрость и сила Бога. Это совершенно другая вещь. Когда тебя касается мудрость и сила Бога, эти слова в тебе остаются навсегда. И они теперь будут делать только два эффекта произведет. Или это тебя обозлит, и ты отойдешь от Бога, или это тебя смирит, сокрушит и приведет к Богу. Семья, только эти две вещи, ученики, апостолы, сам Иисус Христос, они обладали именно этим. Апостол Павел говорил, для одних мы запах на смерть, а для других запах к жизни. Поймите, о чем я говорю, семья. Ты начинаешь быть этим человеком, которому нет нейтрала. Все, кто попадают, кто слышат твою музыку, кто слышат твои слова, проповеди, свидетельства, песню, начинается производить эффект. Или Бог начинает сокрушать, или наоборот, люди начинают противиться и покидать это место. Это говорит именно, что ты сейчас употреблен Духом Бога. О, семья, это сильно. И это очень, это очень ценно для меня. Вот почему всегда люди, когда ты действительно ходишь с Богом, люди вокруг тебя никогда не будут относиться к тебе, ну, пастор, всегда будет два мнения. Одни будут тебя любить, а другие ненавидеть. Я знаю обе категории. Скажем так, Андрей Шабовалов знаком с обоими вещами, там, где про тебя фильмы целые снимают. Я такой сижу, думаю, Господи, вот этому мужику, вот это время надо было целый месяц рыться, изучать, брехать, подставлять, выкручивать. Представь, а если бы он фильм снял о твоей славе, сколько больше эффекта было? Ой, Боже мой. Семья, о чем я говорю? Ты должен согласиться, что, как и Иисуса, принимали и не принимали, будут тебя принимать и не принимать. С момента твоего полного погружения в Бога и посвящения Ему, ты выходишь из нулевой нейтральной позиции. Теперь ты будешь одних приводить, а других ожесточать. И это Дух Бога, и ты с этим ничего сделать не можешь. Некоторые мне подходят и говорят, ну, если бы тебе был Дух Бога, он бы, ну, я бы сейчас покаялся. Я говорю, да, так же, как и фарисеи, которые взяли и чуть не побили Иисуса. Я говорю, перед ними, ладно, я хожу там, можно вопрос задать, с Богом я не с Богом. Во время жизни Иисуса с ними, посреди них Бог ходил. Чего такая тишина у нас тут? Посреди них Бог ходил. И получается, что они Его не признали. Почему? Потому что человек предрасположен. Это абсолютно другая тема. И вот к чему ты предрасположен? Что ты ищешь, что ты видишь, что ты ожидаешь? Потому что некоторые из вас прямо сейчас могут получить свое самое мощное исцеление прямо сейчас здесь. Прямо сейчас. Некоторые говорят, когда вызовут, а ты просто говори, сегодня я получу свое исцеление. Семья, поймите, Дух Бога здесь. Поймите, слава Его здесь. Все, что тебе нужно, это просто я принимаю мое исцеление прямо сейчас. Вот и все. У меня вот эта вещь больше не будет болеть. Я больше не буду зависеть от этих таблеток. Господи, я просто принимаю это прямо сейчас. Мы настолько сделали какое-то большое событие. И мы встаем, и выходим. Бог говорит, просто иди и будь здоров. Семья – это нормальный эффект славы Бога, когда отец в здании находится. И мне нравится. Вот эта женщина, помните, да, с кровотечением. Она просто сказала в сердце своем. Семья. Некоторые люди говорят, о, вера, семья. Каждый из нас имеет уровень веры. Твой уровень веры и даст тебе твою свободу. Ты просто скажи, а я верю, что я получу мое исцеление. Я прямо сейчас его принимаю. И все. Прямо сейчас. Все очень просто. Мы так все сложно сделали. Семья, я знаю, что там, где находится Бог, там может быть все. Что? Любое чудо. Прямо сейчас. И эта женщина подошла в то время, когда Иисуса окружали, его трогали. Почему? Потому что она внутри себя предрасположила и сказала, как только коснусь краеву одежды, получу мое исцеление. И когда я понял этот секрет, я стал ходить совершенно в другой атмосфере. Потому что среди кучи неверующих людей, или таких, знаете, все ставящих под вопросом, я сказал, больше под вопросом ничего не будет. Я все буду иметь, я все буду получать, я об этом буду ходить, и всю славу отдавать моему любимому Иисусу. Я верю в ту церковь. Я верю в то поколение. И поверьте, мне нравится говорить сейчас к людям, которые уже постарше, люди, которые видели все. Семья, у нас сейчас есть возможность сравнить прошлое движение и видеть, что сейчас дьявол пытается сделать с молодым поколением. И нам сейчас, как отцам, нужно стать в пролом. И нам надо в пролом стать, не просто им пилить мозги, а показать на деле, что значит ходить с Богом. Кто-то услышал меня? Не надо пилить эту молодежь, не надо говорить, дорогие, нет, яви своего Бога. Вот и все. Яви своего Бога. Пропитайся им настолько, что люди перестанут чувствовать тебя, а не начнут ощущать его. Ты на работе будешь удивляться, как все вокруг тебя начнет преображаться, потому что ты ходишь с Богом и заключил с Ним завет. Люди к тебе подходить будут за ответами, сами не понимая почему. А у тебя, ты сам не зная, будешь иметь ответы. Я всегда лею спрашиваю, что вы ко мне с вопросами идете? Я говорю, потому что у тебя только ответы есть. Я говорю, я как бы и не пытаюсь ничего никому отвечать, я просто живу. Помните историю Сидраха Мисаха Авдинага, да? При всех атаках, кошмаре, через которые им пришлось пройти, они смогли погрузить царя и царство, все царство погрузить в их живого Бога. Семья, трудности, атаки, как вам сказать, проблемы даются Богом, чтобы на тебе явить Бога. Семья, если бы не было истукана и не было давления, не было бы возможности не поклониться истукану и пойти в печь. Но пойдя в печь, все царство за свидетельство о Боге. Можете себе представить, одним движением все царство признало Бога, включая Навуходоноса, включая все общество, включая то, что он сказал, если кто-то скажет на их Бога хотя бы слово. Семья, поймите, о чем я говорю. Я говорю, я верю, что это поколение поднимается. Все, что Богу нужно, это твое посвященное сердце. С этого момента, Иисус, я твой. Перестань искать фишки, перестань заниматься каким-то грибовдыханием, упражнениями, какой-то чушью. Перестань заниматься какой-то туфтой. Бог, давай... Бог... Не хочу даже говорить об этом. Хочу об Иисусе говорить, серьезно. Хочу об Иисусе говорить. Семья, когда ты идешь туда, Он преображает тебя. Когда ты идешь в Его славу, Он меняет тебя. На тебе запах неба. На тебе атмосфера славы. На тебе что-то происходить начинает, что люди начинают задавать. А почему ты так говоришь? А почему... Вот когда я слушаю тебя, вот это. А когда слушаю других, этого нету. Семья, все очень просто. Я ничего не хочу делать без Иисуса. Поймите, это не какой-то, знаете, фраза, которая вот... Я не хочу... Нет, я именно тот, который ничего без Иисуса делать не хочу. И честно сказать, Иисусу нужно было еще надо мной работать, чтобы меня куда-то вывести. Я честно, я по умолчанию никуда лететь не хочу. Вот кто-то хочет конференции делать. Я их так наелся за эти 20 лет. Поверьте, я никуда не хочу. Я ничего не хочу. Я хочу сидеть с внуком и чухать моего кота. Все, вот что я хочу. Вот что дедушка Андрей хочет. Аллилуйя. Кто-то еще там рвется. Я говорю, ты еще много хочешь. Но когда Бог говорит, ты его слушаешься. Потому что всякий раз, когда ты его слушаешь, что-то начинает меняться и происходить. Вы берете что-то для себя сегодня? Семья, я верю, поднимается поколение, которое будет являть Бога. Люди будут переживать на тебе, Бога. Ты просто один раз и навсегда говоришь, отец, с этого дня. Я хочу видеть это поколение сегодня. Я хочу видеть твою молитву. Я хочу видеть твою поднятую руку. И ты говоришь, с этого дня я больше не буду жить ничем, кроме моего Бога. Можете себе представить? Мы хотим подражать людям, у которых не было ни Духа Святого, ни иного языка, ни Библии, ни церкви, ничего. И мы хотим им подражать. Но у них был Бог. Насколько мы можем быть мудрее, глубже и сильнее, обладая этими инструментами? О, дьявол. Сейчас, наверное, нет сильнее войны, чем парализовать церковь, потому что сатана знает, его время оканчивается. Настоящая невеста поднимается. И не надо говорить плохие времена. Как раз плохие времена порождают чемпионов. Не надо бояться плохих времен. Плохие времена рождают Сидраха, Мессаха и Авдинага. Плохие времена рождают Даниила во львином рву. Плохие времена рождают тех, которых ты никогда бы не увидел. Плохие времена рождают именно этих чемпионов. Поэтому не переживай. Проходи свой путь. Посвящайся Иисусу и говори, я твой Иисус. Ничего не могу. Так это ж классно. Потому что Иисус сможет через тебя делать, что хочешь. Что хочешь, Иисус? Я твой. Будь проще. Будь проще. Будь сыном. Сын не мучается. Сын просто говорит, пап, ну я еду. Хочешь, ну вот, пожалуйста, делай. Это для тебя место приготовленное не для меня. Если что-то произойдет, это все тебе, пап. Почему? Потому что, знаете, когда, я помню, когда-то я говорю, Господь, я хочу строить Твое царство. И мне душ это начал останавливать. Он говорит, ты строишь наше царство. Потому что ты мой сын и ты часть этого царства. Кто-то услышал сейчас? И я помню, начал даже следить за собой. То есть, я всегда говорю, Господь, мы Твое царство. Он говорит, сынок, это наше царство. Мы вместе его строим. Ты, ты мой партнер по жатве. Вот почему Иисус хочет, чтобы ты был с ним. Он не просто тебя оправдал и сразу тебя, знаешь, как бы, ну на небо забрал. Нет, ты партнер в жатве. Да, ты ходишь с ним. Ты ответственен за определенную сферу. Ты в послушании. И поэтому, почему? Чтобы дать тебе награду, нужно дать тебе ответственность. Если бы ты услышал меня. Чтобы дать награду. За что люди награду получают? Ты никогда награду за подарок не получишь. Представь, Бог наградил меня даром говорить. Это не мой. Я просто могу болтать. Круто и долго. И представь, потом Бог тебя ловит и говорит, я награждаю тебя за дар говорения. И ты говоришь, че? Бог не награждает за подарки. Он награждает за что-то, что ты в послушании сделал по отношению отца. И вот это я сдаю, папа. Я отдаю, любимый. Возьми и употреби. А, какая красота. Какая красота. Самое интересное. Крестьяне хотят продвинуть царство, не обладая мудростью и информацией продукта, которого они продвигают. Другими словами, вы когда-нибудь видели, когда присылают человека, чтобы сделать презентацию? Любая. Я уверен в вас, мы все были с вами на разных бизнес-презентациях, разных вещей. Вы видели, что вы прислали кого-то, кто как бы, ну, почти ничего не знает. Ну да, ну купите. А зачем? Поможет, пригодится. Ты купишь эту продукцию? Никогда. Я когда на презентации, я смотрю на этих людей, они доказывают жизнью, что это работает. Кто-то понимает? Иначе оно не сработает. И поэтому, и потом Бог меня обратил внимание на людей, которые проповедуют Евангелие. Дорогие мои, я смотрю на этих людей, он сам проповедует что-то, во что сам не верит. И потом он удивляется, почему никто не отдает жизнь Богу, почему ничего не происходит, потому что люди реагируют на дух, а не на информацию. ты должен проектировать то, о ком ты говоришь. С каждой твоей клетки должен светиться, слава Бога, потому что это не подделка, и это подделать нельзя. На тебе будет ощущаться авторитет неба. Люди будут понимать, что этот человек не просто вышел сюда проповедь сказать, он живет небом, дышит Богом, и ест снова. Вот почему я всегда говорю, пожалуйста, поберегитесь этого места, потому что на нем очень много ответственности. Кто-то понимает, о чем я говорю? Хорошо, ты, у меня есть слово, ну выстрелил ты один раз. Дробовик ты мой, одноразовый. А Бог хочет тебя призвать 20 лет работать. Готов? Ну, не знаю. Ага. А здесь уже задуматься надо. Сможешь ли ты настолько быть отдан Ему, настолько исчерпан, что каждая твоя тема, она будет запитана из царства. Каждая твоя тема будет отвечать на чей-то вопрос, менять чью-то жизнь, трансформировать чье-то сознание. Потому что все хотят сюда выскочить на пару воскресений. А Бог, когда призывает, Он призывает тебя до конца твоих дней. А это уже ответственность. У всех есть хорошая огненная проповедь. Одна. Две. А будешь ли ты гореть 20 лет каждое воскресенье по 30, 40, 50 раз в году выходить и говорить? 52 недели. 52 недели, да? У меня математика тоже страдает. 52 недели. Может ли у тебя быть 52 раза, когда небо будет теть через тебя? Семья, проживя 20 лет, я настолько свято отношусь к этому месту, настолько с уважением отношусь к этому месту, что я хочу, чтобы Он говорил. Кто-то уже привык и говорит, а что-нибудь придумаем. И поверьте, у меня много есть чего придумать. За эти 20 лет конспектов столько скопилось. Не имеет никакого значения. Я настолько уважаю это место. Я настолько почитаю место. Я настолько уважаю ваши уши и ваше время. Я не хочу тратить ни ваше время, ни свое. Но если ты пришел сюда, ты должен не услышать. Ты должен пережить. Кто-то слышит меня. Пережить. Слава Бога. Прочувствовать в этом зале движение Духа. Даже если ты сейчас сидишь раздраженный, это тоже эффект славы Бога. Потому что фарисеи хотели убить Иисуса. Это тоже эффект. Это тоже реакция. Поэтому все нормально. Если ты хочешь сейчас добраться и удушить меня, все нормально. Ты с тобой, говорит Бог. Я его уже задушу. Не задушишь. И Иисус тебя сейчас берет в оборот. Если вовремя не удерешь отсюда, то отдашь свою жизнь Иисусу. Все равно. Я всем людям говорю, говорит, пастор, что мне делать? Я говорю, просто не уйди. До конца дождись. Я говорю, ты попал. Все, ты попал. Потому что тебя будет хватать не какой-то там проповедь человека или не какой-то там личность. Тебя будет захватывать Дух Бога. А Дух Бога, я заметил, Он умеет разговаривать на твоем тайном языке, которого никто не знает. Вот где овцы мои знают голос мой. Знаешь ли ты, что ты знаешь голос Бога? Просто на нем еще или никто не говорил, или говорили редко. Когда Бог употребляет какую-то мелодию, какое-то проповедника, какое-то откровение, какое-то слово, ты сразу распознаешь язык Бога. Потому что Бог говорит уникально семья. Как говорит Бог? Да не в уши Он говорит. Он не человек, чтобы говорить с тобой вибрацией звука. Он говорит с тобой на, как он говорит, на уровне чувств, переживаний и откровений. Что это значит? Язык Бога, это когда Он тебе дает что-то, в тебе его, в тебе его голос раскрывается, и ты и слышишь, и чувствуешь, и переживаешь, и рыдаешь, и радуешься одновременно. То есть язык Бога, он настолько, он настолько уникален и разнообразен, что дьявол не может его подделать. Дьявол всего лишь пользуется мыслями, там знаете, как он работает, да? Дух этого мира. Но не Бог. Когда Бог говорит у тебя, все внутри оживает, все начинает меняться, потому что это язык Бога. Некоторые люди, как ты говоришь, отличаешь язык Бога от дьявола, все настолько просто. Начни общаться с Богом, и ты никогда не отличишься, никогда не заблудишься, где Бога, где не Бога. Никогда ты будешь переживать Его, потому что Он говорит на уникальном языке. Он говорит так, как никто не говорит. Ты переживаешь Его, я не просто слышу Его, я переживаю Его. Я чувствую Его, я обоняю Его. У меня вкус во рту Бога, когда Он говорит со мной. Не подделаешь ты Бога. Никто не может прийти и что-то всунуть тебе, потому что ты настолько много времени проводишь с Ним, что никто тебя в заблуждение не введет. Ты людей за милю, за километр вычислять будешь. Какого они духа и что они несут. Да, потом мы удивляемся, почему мир не хочет знать Бога. Мир хочет знать Бога. Он не хочет знать твоего Бога. Мир тянется к Иисусу. Вы знаете, что я заметил с Ими? Я был удивлен, когда, я помню, еще служение только начиналось, я тоже говорю, Бог, вот, ну, тебя никто не ищет, он говорит, сынок, ты не понял. Меня ищут все, меня ищут всегда, и за мной ходят. Он говорит, просто мало тех, которые носят меня. Вы слышите? Все носят вариант Бога, который им кажется. Все агитируют людей в свою какую-то секту и в свое движение. Он говорит, но когда человек ходит, действительно, через которого являет Бог свой голос, свою силу, свое царство, эти люди моментально раскрываются и начинают искать Бога. Семья, весь мир ищет Бога. Бог, а Бог ищет тех, кто даст его. Не себя, не свою школу, не свое знание, не свои какие-то связи, дружбу, позицию, кто чисто и просто даст Богу часть через них. И ты будешь удивлен, что начнет происходить. Все, что нужно, посвящение. Посвящение. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. И это не просто слова семья. Это моя жизнь. Мне в этом мире давным-давно ничего не интересно. Давным-давно все скучно и все движется по кругу. Единственная личность, которая придает краски в моей жизни, это мой любимый Дух Святой. Ничего, все остальное, семья, все пропало, все неинтересно, все изучено, съедено и забыто. Все потеряло краски. Только не Бог. Он единственный, который дает это. Деяние 1.8. Люблю это место. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете свидетелями. Стоп. Мы это место все знаем наизусть настолько. Знаете, иногда, зная место хорошо, мы его не понимаем вообще. Из-за того, что я его так часто слышу и читал, смысл пропущен. Я хочу, чтобы сейчас вы обратили внимание на эту фразу семья. Эту додыр, затертое место из Библии. Когда вы примете, когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу и будете свидетелями. свидетельство это последствия славы Бога. Послушайте внимательно. Ты не будешь работать, ты будешь ходячим свидетельством. Как вам сказать? Ты не будешь работать, ты не будешь напрягаться. Эффект силы Бога, которая покрывает тебя, теперь, что бы ты ни говорил, и теперь, после этой силы, выходит, Петр говорит какую-то странную речь, и несколько тысяч людей каются. Это вы его распяли? Это вы... Поймите, потому что говорил не Петр, а говорило свидетельство Бога, вытекающее из его жизни, которое активировалось силой Бога. Семья, поймите, ты сразу автоматически становишься свидетелем. Что такое свидетель? Свидетель это который видел, переживал, свидетель, обычно приглашают свидетелей в суд или куда-то, неважно куда, чтобы узнать, что было, потому что он очевидец. Другими словами, он говорит, я вас делаю очевидцами и носителями славы после того, как сила Божья сходит на вас. Вот почему нет силы, потому что никто не хочет отдавать, вот почему нет свидетельства, другими словами, потому что никто не хочет отдать себя в присутствие Бога, чтобы... Никто не хочет проводить время в тайне. Как вот эти 120, да? Вот молились там, отдавали жизнь Богу, просто молились, и потом эти люди как вышли в силе, как вышли в свидетельстве, как вышли, и все начинает меняться и преображаться, и трансформировать. Семья, вот это меня интересует. Вот эти вещи меня интересуют. Вот что для меня сверхъестественно. Когда я обычно, знаете, знаете, тоже, я помню, моя специальность, это зубная техника, много, 10 лет у меня стаж был, до того, как Бог призван, и я помню, когда присылают эксперта, которые, если кто в зубной теме, вы знаете, там присылают эксперт, и тебе объясняют следующую машинку, какую-то керамическую, там такие-то коронки, какие-то все автоматически роботовые, все делается, и обычно присылают эксперта этого. И этот эксперт объясняет, семья, вот так и небо, оно ищет тех, которые будут говорить о нем. Вы знаете, что самое интересное у меня? Знаете, что меня всегда захватывает во всех презентациях? Вы это все переживаете? Во всех презентациях захватывает одно. Ты никогда не видишь репрезентирующего, ты всегда видишь продукцию. Если бы поняли глубину того, что я сказал. О, воздайте, слава Богу. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Во всех презентациях я не вижу презентирующего. Я захвачен продукцией. Я не знаю имени его. В основном даже мне неинтересно. Он настолько, на нем настолько много информации, и он захвачен продукцией, что мне я миную репрезентирующего и сразу ныряю в продукцию. В теле Христа все, что мы видим, это звезды и говорящие головы. Продукция стала номер два. И первым, что становится в теле Христа, это репрезентирующие. Вы заметили это? Да, аминь скажи, все вы знаете. И ты видишь, и что получается? И эти служители, люди собой закрывают то, о чем говорят. Люди своей славой, своим талантом закрывают небо, которое хотят нести. И потом удивляются, почему люди культ личности делают. Потому что ты продвигаешь себя, а не царство небесного Отца. И вот почему я говорю, меня становится меньше, а его должно возрастать. После этой проповеди тебя должно тянуть в славу. Они в просмотре очередные, как Андрея Шаповалова, какие-то проповеди. Тебя должно тянуть больше к Нему, а не к человеку. Ты больше должен быть захвачен славой Бога и мечтой быть с Ним, желанием проводить больше времени с Ним. Семья, поймите, эффект репрезентирующего, вот так мы распознаем те, кто несут Бога. Они не несут себя. Ты видишь и слышишь через них продукцию неба. Ты слышишь через них об Отце. Вот почему Иисус говорит, что Дух Святой, придя, не будет говорить о себе. Поняли функцию? Он будет говорить обо мне и вас научит, напомнит и наставит. Функция Святого Духа. То же самое, помните, Иисуса? Он всегда говорил об Отце. Кстати, Он тот Сын, который нам Отца и открыл. Вы знаете, да? То есть до Иисуса мы не знали Небесного Отца как Папу. Мы знали Его как Бога и Творца. Но после Иисуса мы все Его познали как Небесного Папу. Авва Отче. Это именно Иисус принес это. Почему? Потому что это откровение никто не мог принести из пророков. Это откровение мог принести только Сын. Опять отдельная тема. Я сейчас куда-нибудь занырну опять. Сейчас оно все прет и прет. Я буду заканчивать. Потому что меня сейчас прет. Завтра увидимся, продолжим. Я буду закругляться, семья. Я буду закругляться. На этом откровении я хочу остановиться. Когда мы видим с вами эту славу, когда мы видим с вами то, что Бог дает, через кого Он дает. И ты видишь, что когда начинает говорить Иисус, когда Он начинает говорить об Отце, мы начинаем влюбляться в Бога, мы начинаем познавать Его как Папу. Он приносит нам это откровение. Мы влюбляемся в Него. Нам наконец-то понятен Отец становится. И поэтому я наслаждаюсь атмосферой Небесного Папы. Я наслаждаюсь. И некоторые люди говорят, не называй Папой, он Бог, он такой страшный. Я говорю, ну не называй, не называй. Я никого не унижаю. У него тот уровень, где он не может Бога Папой назвать. Ему нужно еще войти во взаимоотношения. Поэтому я говорю, приходи к Нему, и ты будешь захвачен Богом. И ты увидишь, что Он не просто Папа, а Он Папочка. Он хороший. И это не говорится, семья, поймите, это не говорится из неуважения. Потому что некоторые люди думают, ну ты не уважаешь Бога, когда называешь Его Папочкой. Нет, семья, я настолько Его уважаю, что я Его называю Папочкой. Кто-то понимает, да? Что Он настолько для меня ценен, нет, и я благодарен Иисусу, потому что это откровение только Сын мог принести. Только Сын нес откровение об Отце. Почему? Потому что до Сына все знали Бога как Бога, потому что Он не мог открыться как... Смотрите, каждое откровение, оно идет через кого-то, так? То есть Отца мог принести только Сын, но так как сыновьями еще не были никто, первое это откровение принес Иисус Христос. И поэтому я ценю этим, и я благодарю Иисуса за это классное откровение. Если взять всех людей Библии и забрать у них все, что останется? Вы увидите, что если забрать все, останется именно откровение о великом Боге. Когда ты возьмешь и заберешь у Моисея все, ты увидишь его Бога. Когда ты у Иосифа заберешь все, ты увидишь его Бога. Когда ты у Давида заберешь все, ты увидишь его Бога. Семья, поймите, что когда мы носим откровение, настоящее откровение, это то, что нельзя у тебя забрать. Кто-то понимает, да? То есть если что-то, что мы ценим, и мы называемся этим, у нас можно забрать, мы никогда с вами в настоящем откровении не ходили. Настоящее откровение, тебя его лишить невозможно, потому что ты этим являешься. Потому что через тебя течет это. Другими словами, наша ценность, что различает нас? Если все с нас снять, что останется? На тебе должно остаться вот это великое откровение, которое только ты получил. И ты получил в присутствии небесного Отца. И никто, может быть, так не обладает откровением этим, как ты. Кто-то слышит меня? Потому что если тебя... Некоторые люди говорят, о, если ты, к примеру, если ты не обладаешь там какими-то деньгами или чем-то, ну какой ты сын? Или там люди говорят, если ты там нездорово питаешься, ну какой ты сын? Я говорю, стоп, ребят. Сын это намного глубже, чем твой карман и твоя физическая подготовка. Аминь? Сын это что-то, что с меня здоровье забрать. Что у тебя останется? Это последний пример, я заканчиваю, дорогие, я заканчиваю. Вспомните, как Бог обнажил Иова. Все помните? Семья, поймите, вот это откровение, вот оно. Когда Бог обнажил все, что осталось? Осталось железное откровение о справедливости небесного Отца. Кто-то слышит? Иногда нам с вами нужно пройти через обнажение, чтобы достать собственное сокровище. Если бы ты слышал. наше сокровище. И я помню, когда Бог обнажал меня, забирал все это. И потом, когда я дошел именно до этого, мое откровение, моя мечта, это быть другом Иисусу. И некоторые из вас знают, о чем я говорю. То есть, моя мечта, если все с меня снять, мое откровение, это хождение в близости с небесным Отцом, дружбы с Иисусом, и быть покрытым мудростью Духа Святого. Вот это моя мечта, вот это то, чем я дышу, это то, о чем я говорю. Это то, что в каждой проповеди вы чуть-чуточку, но будете это слышать, потому что этим пропитано мое существо. Это то, о чем я говорю, это то, что я несу. Аминь. Вы взяли что-то сегодня. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова